Денис Куляш, давай посмотрим, что будет после его броска. Пушка, так его называют в континентальной хоккейной лиге. Бросок действительно убийственный. В матчах регулярного чемпионата и в плей-оффе это все прекрасно видели. Что будет в мастер-шоу? Ключка сломается. Давай посмотрим. 169. Но он практически может уже и установить рекорд. Нет, это понятно, в кассу уже ясно. Нет, если он уйдет до 170, то он в принципе может и со стены Харой побороться. Куляш. Бум! 177. Ничего себе! МХЛ едет домой. Вот это да! Вот это Куляш! Историческое событие. 177 км в час. Невероятно! Хара упал сейчас со стула. И говорит, все, теперь поймаете. У Хара тоже там гай? Так. Подравнивается команда. И Денис Куляш отправляется на интервью к Дмитрию Герунцу. Мы с радостью дождемся того момента, когда сможем услышать его мнение по поводу... А вот уже готово. Ну что же, Денис, поздравляю с убийственным броском. Ну что же, у нас комментаторы сказали, НХЛ едет домой. Едет домой НХЛ? А я хотел спросить, сколько же там НХЛ бы рекорд? Я честно, я даже... Я слышал, что Хара там что-то выиграл. Несколько он там, я не знаю. Я узнаю после того конкурса. После игры на ряду. Принципиально ли было выиграть именно этот конкурс? Ну это, я думаю, что мой конкурс. Я к нему специально не готовился. Но, я думаю, нет смысла готовиться, когда если это в тебе все сидит. Вот. Но хорошо, что выиграл, доказал сам себе. Мне было интересно, потому что в прошлом году я не попал на МХЛ. Таких аппаратов, которые измеряют скорость, у нас нету. А вот здесь вот я посмотрел первый раз. Волнения было, когда Рахунок 166 дал? Нет, не было. Единственное, Ирамир Ягар с Сергеем Федоровым попросили, чтобы мы выиграли этот конкурс. Потому что был бы счет 1-4, и уже было бы мне интересно. Так что выиграем. Сейчас будем еще выигрывать дальше. Спасибо, Денис.